Запас топлива в котельных республике есть, но довести его до нормативного уровня пока не получается. Так, компания «Карелэнергоресурс» обеспечивает теплом жителей 9 районов Карелии. На сегодня запаса топлива у теплоснабжающей организации хватит на срок от 6 до 10 дней. При нормативе 45 дней для твердого и 30 дней для жидкого топлива. Если говорить по проблемным населенным пунктам, то, наверное, стоило бы отметить Логовский район. И связано это с тем, что большая отдаленность. В сентябре прошлого года ходили разговоры о возможном банкротстве «Карелэнергоресурса». Но в октябре в компании сменилось руководство, и главная проблема – нехватки оборотных средств из-за долгов по оплате за тепло стало постепенно решаться. По состоянию на 1 августа задолженность снизилась до 316 миллионов рублей. По состоянию на 11 января 2019 года мы снизили задолженность за топливо до 172,5 рублей. Таким образом мы можем видеть динамику. По словам Дмитрия Буевича, жители республики задолжали теплоснабжающей организации «Карелэнергоресурс» более 400 миллионов рублей. Самый низкий процент собираемости в тех населенных пунктах, которые массово покидают жители. Это в Беломорском районе, Летнереченске, в Сегешском районе, поселок Надвоице, тоже очень низкая собираемость. При этом мы не можем допустить непредставления коммунальной услуги, даже в случае, если потребители не оплачивают. В то же время уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Так, 8 котельных на севере Карелии, которые сейчас обслуживают «Карелэнергоресурс», и они являются самыми энергозатратными, планируют передать новому инвестору. В течение двух лет он должен перевести их на альтернативное топливо. Проект оценивается в полтора миллиарда рублей. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, САМПО ТВ, 360.